Пациентки, у которых в анамнезе были пластические операции, которые были связаны с коррекцией расщелин в детстве. То есть таким пациенткам проводилась хейлопластика, то есть это такая хирургическая операция, которая направлена на коррекцию дефектов в области губ. Хейлопластика при расщелинах, причем расщелины могут быть односторонними и двухсторонними, полными, неполными. И здесь на рисунке я схематически изобразила, здесь, конечно, на рисунках указана расщелина не только губ, но и нёба, но бывают, конечно, изолированные случаи, то есть отдельно только расщелина нёба, либо отдельно только расщелина губы. И складываются так обстоятельства, что такие пациентки тоже могут прийти к вам, молодые девушки, либо уже женщины среднего возраста. И вы можете заметить рубцы послеоперационные, либо иногда рубцы могут быть особо незаметными, но обязательно расспрашивайте анамнез. И либо вы видите какой-то незначительный рубчик, и кто-то может подумать, что это последствия какой-либо травмы и так далее. То есть обязательно тщательно собирайте анамнез и узнавайте, не была ли проведена операция в детстве. Потому что коррекция губ, особенно после проведения хейлопластики, имеет свои особенности. Если вы видите какой-либо рубец, конечно же, уточните. Это последствия травмы, какой-либо рано, резаная, полотая, рванная, ДТП. Или в детстве проводили хейлоуранопластику, хейлопластику, хейлоринопластику. То есть обязательно уточняйте этиологию таких рубцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова